Samsung не Xiaomi, но желание завалить рынок своими продуктами, кажись, корейцы у китайцев таки позаимствовали. Одних только Galaxy S, вон сколько выкатили. Семейство Galaxy A, конечно же, также получило обновление, и пока свежие S-ки медленно, но уверенно ползут к прилавкам наших магазинов, ашки уже продаются на каждом углу. С вами Сергей Шихайлов и проект Firm.com, сегодня мы говорим про Galaxy A51. Что это такое, да с чем его едят? Давайте разбираться вместе. Поехали! Начнем, само собой, с внешнего вида. Тут у Galaxy A51 все как минимум неплохо. Единственное, к чему в этом плане можно было бы придраться, материал задника и ребер. Я сейчас говорю о пластике. Как показывают лабораторные исследования, у нашего человека достаточно часто проявляются аллергические реакции или метеоризм при использовании такого стройматериала в корпусах смартфонов. Поэтому перед прикосновением к A51 обязательно проконсультируйтесь с врачом. Ну а теперь, серьезно. Да, корпус полностью, если не учитывать островок камеры, всю фронтальную панель выполнен из полимера. Пластик глянцевый и поначалу я и вовсе принял его за стекло. Невзирая на неблагородство этого материала, производитель все же запарился над его оформлением. Под определенными углами на тыльной части смартфона можно заметить и приятную глазу радужные переливы, и пестрые линии, и кучу геометрической порнографии. В общем, глаз радуется. С фронтальной стороной смартфона все предельно просто. Здесь у нас закаленное стекло с великолепной олеофобкой, немного все же заметных рамок и внезапно экран, в который врезана фронталка. В целом, вроде как ничего фантастического во внешности смартфона и нет, но она все равно приятная, выдержанная в стиле Samsung, а значит узнаваема. Ну и на правах бонуса здесь мы получаем крутейший жизнерадостный цвет, а также многоглазую камеру, оформленную похожим образом с флагманами. Лично я точно не фанат таких форм, но я более чем уверен, что уже только из-за островка камеры наши люди к данному смартфону присматриваться будут. Бош похожи одновременно и на корейские флагманы, и на пиксели эти ваши, и даже на ойхон. Качество сборки у меня вопросов не вызывает, ничего не отваливается и не болтается, гаджет ощущается монолитным, все подогнано по высшему разряду. Что еще касаемо внешности и корпуса? Первое, лоток под карты здесь такой как надо, сразу на три секции. Второй, сканер пальца, как и распознавашка лица здесь есть. Работают что первое, что вторая фича стабильно и весьма быстро, как для класса устройства. В принципе, как по мне, все новости хорошие. Переходим к экрану, здесь он на 6,5 дюймов, имеет разрешение 2400 на 1080 точек и выполнен по технологии AMOLED. Никаких претензий по четкости картинки у меня к этому экрану нет. Выжигающих зрачки красных точек мои глаза не видят, смотреть на этот дисплей вполне приятно, чувствительность сенсорной сетки не вызывает нареканий. Углы обзора более чем адекватные, диапазон регулировки яркости удовлетворителен и по верхнему и по нижнему порогу. Закрывая вопрос дисплея, скажу, что всеми любимый Always On Display здесь есть. Что у нас со звуком? Через наушники смартфон поет как любой другой смартфон на Android. Ну или очень рядом с тем. Нехорошо, неплохо. Выделенного аудиочипа здесь нема, поэтому и ситуация такая. Эквалайзер есть, запас громкости адекватный, тут вопросов нет. Со звучанием через динамики тут все вроде как неплохо, за исключением одного. Поет тут только торцевой спикер в полном одиночестве, но зато поет члена раздельно и относительно громко. Дальше у нас камеры. Для начала фронталка, рождаемый ею фотоконтент, можно оценить где-то на 3,5 балла из 5. То бишь, все неплохо, но мы точно видели и получше в гаджетах за аналогичный бюджет. Теперь пример видео с селфи-камеры и тест микрофона. Вглядывайтесь и вслушивайтесь. Пример видео с фронтальной камеры А51 Galaxy, которой Samsung 4K, как бы и вроде бы все очень даже неплохо. Давайте чуть пройдемся. Как видим, картинка вполне себе огонь. Да, не хватает стабилизации, но здесь точно успокаивает 4K разрешение, которое в средняке особо и не ждешь. В условиях хорошего освещения основная камера выдает вполне адекватный по всем параметрам контент. Когда речь заходит о съемках в так себе освещении, качество конечного продукта заметно падает. Как видите, фотографии можно создавать как на широкоугольный модуль, так и на сверхширокоугольный. Портретки гаджет также умеет штамповать. Им ходаются они ему неплохо. А под ночную съемку здесь и вовсе есть отдельный режим. Но сами фотки, как по мне, от этого действительно хорошими не стали. Видео мы пишем в 4K. Да, мне очень хотелось бы назвать его приятным для глаза. И в определенных ситуациях так оно и есть. Но когда речь заходит о стабилизации, ты понимаешь, что здесь ее просто нет. Для того, чтобы стаб включить, камера самовольно переходит в 1080p режим. Вся красота и привлекательность картинки тут же сходит на нет. Но признаю, стабилизация годная. Железо устройство представлено процессором собственной разработки Samsung по имени Exynos 9611, графикой Mali-G72 MP3 и памятью в комбинации 6128 для нашего образца. Как это железо ведет себя в быту? Отменно. Не лагает ничегошеньки. Какие результаты гаджет показывает в ресурсоемких задачах, а в частности в играх? Тут уже все предсказуемо плохо. К примеру, в танках, в которые мы реально играем, значение FPS при максимальном наборе эффектов равно примерно 55 только на первых двух-трех катках. Дальше только хуже. В замесах на пятой и шестой игре показатель может опускаться ниже 30. В общем, на Galaxy A51 нам повсеместно светит средняя графика или около того. Что об этом смартфоне думает синтетика, смотрите сами. Закрывая вопрос железо, фраза, которую, возможно, многие из вас ждали. NFC в девайсе есть. Теперь аккумулятор. По цифрам здесь мы имеем 4000 мАч. Циферка неплохая, но уже не грандиозная по меркам дня сегодняшнего. Спасибо, Xiaomi. Живет от этой банки гаджет примерно полтора дня. Опять-таки цифра средняя по рынку. Перед выводами вопрос цены. Заходим на e-каталог и ищем там наш товар. Видим, сегодня в Украине Galaxy A51 можно купить примерно за 310-360 баксов. Много ли это? Откровенно говоря, да. Ведь за этот бюджет прямо здесь по месту можно выхватить целую кучу более достойных вариантов. Тут тебе и Vivo V17, и Xiaomi Mi 9 Lite, Redmi Note 8 и 8 Pro, Oppo Reno 2Z и Xiaomi Mi 9T. Рассказывать, чем именно каждый из названных мною девайсов лучше корейца я сейчас не стану. На каналах Ferrum.com и Ferrum Live есть обзоры по этим аппаратам. Смотрите, мы ж не зря их снимали. Что хочется сказать в итоге. Как по мне, у Samsung получилось именно то, что они планировали. Неплохой смартфон-средничок. У него нет стереоспикеров, влагозащиты и железо так себе. Но зато есть и NFC, и крутой лоток под карточки, и миниджек, и сканер пальца в экран встроен. Да, и экран на секундочку, AMOLED, на который многие молятся. В общем, практически идеальный смартфон для масс-маркета. В общем, гаджет однозначно не имба, и поэтому рекомендовать его к приобретению всем и каждому я однозначно не могу. Особенно требовательным пользователям. В том же случае, если А51 вам чем-то приглянулся, и вы готовы мириться с его ужимками, о которых я говорил ранее, да, можно брать. В описании этого ролика ищите ссылку на это устройство в каталоге интернет-магазина Stilus.ua. И вообще, большое спасибо им за предоставленный на тест девайс. Помимо того, там будут линки на кэшбэк, который поможет вам экономить деньги на покупках в интернете. С вами были Сергей Шихайлов и проект Firm.com. Тыкаем лайки, подписываемся на канал, а также на наши социальные сети. И делимся этим роликом со своими друзьями. Это очень нам помогает. Всем спасибо за просмотр. Пока.